Вернемся к теме бюджета. Да, считать деньги, вообще-то это правильно, нужно. И если вы как-то отлыниваете от этой темы, то слушайте внимательно, сейчас мы вам расскажем, что не надо так это делать. Сергей Красноусов, финансовый аналитик, которого мы анонсировали, который нам более подробно и детально все-таки расскажет, как минимум, нужно ли делиться деньгами? Да, как правильно в семье. Здравствуйте, доброе утро. Добрый день. Сказать, как правильно в семье, крайне сложно, но классическая здоровая ситуация в семье, когда деньги предусмотрены на всех. То есть они предусмотрены на мужа, на жену, на детей, на кошку, на собаку, на всех. Это здоровая семья. Это кто это будет предусматривать, вот вопрос самый главный. Кто-то же должен это предусмотреть. То есть к какому-то решению нужно прийти? Если мы с Валерой начнем предусмотреть, вот это же конфликт. Здесь мы всегда говорим о чем? О том, что отвечать за бюджет должен тот, кому это больше всего нравится. То есть мы не можем говорить о том, что за бюджет точно должен отвечать мужчина, хотя у нас есть исследования по городу Красноярску, где преимущественно все-таки за бюджет все от мужчины, хотя в целом по стране женщины, потому что здесь вот разные моменты. Но традиционное, здоровое, как требование, все-таки кому нравится, тот и ведет бюджет. Например, в моей семье мне нравится бюджет вести, поэтому я веду бюджеты. Прекрасно. А как тратить тогда деньги, чтобы не ссориться, не ругаться, если ведет бюджет, ну, чтобы так покупки были как-то рациональные? Например, вам нравится его вести, да? А, и жене нравится, что вы его ведете, ну, ей не нравится, сколько денег там на нее предусмотрено, ну, вот такое вот. Как сделать так, чтобы всех все устраивало? У нас есть три классических схемы ведения семейного бюджета. Первый классический вариант, это так называемый семейный котел, когда все денежные средства кладутся в одну копилку, условно говоря, назовем, и распределяются по договоренности. Традиционно. Он, по большому счету, предусмотрен и российским законодательством. Второй вариант, тоже, который очень часто встречается, он такой, видимо, больше гостевой бюджет, это тогда, когда траты всех и доходы всех, они отличные. И здесь как раз больше всего ситуация возникает различного рода сложности, потому что выясняется, а как мы будем тратить. И относительно здоровый бюджет, это бюджет совместный, такой смешанный, когда у нас есть траты общие, и мы договариваемся об этих тратах общих, и есть траты каждого из супругов. Это как, пропорционально, что ли, мы скидываемся, или как? Например, я зарабатываю, ну так, пусть 30 тысяч, а Валера 50, да? Ну, у нас, получается, есть что-то общее, то есть мы на что-то общее складываемся, но в итоге у нас все равно... Присажите на примере, вот 30 и 50, да? Мы понимаем, что в год вы тратите на коммунальные услуги такую сумму, и вы откладываете это как общие траты. Вы понимаете, что вы хотите поехать в отпуск на море и так далее, и так далее, и вы тратите эту сумму сюда. То есть общие суммы именно вашего дома, вашего домохозяйства. И они идут по договоренности на эти траты, и вы их формируете. Соответственно, здесь же появляется ситуация некоторой подушки безопасности. Коронавирус показал, что в идеале, к сожалению, эта подушка безопасности должна уже быть не классика на 3 месяца, а ваши расходы, а уже лучше, чтобы на год. И если эта подушка безопасности формируется, это здоровая семья. Как ее рассчитать? Сколько нужно откладывать? Вот есть же случаи, когда бабушек обманывают, да, и она там какой-нибудь гадалке отдала миллион. Это говорит нам о чем? Что бабушка, у которой пенсия там вот такая относительно миллиона, да, она каким-то образом много откладывала. Вот правильно ли это? Сколько на черный день откладывать? Две трети российских семей, к сожалению, обманывают друг друга в тратах и в доходах. Да. Безобразие. Но безопасная среда в этом случае есть, это среда государственных муниципальных служащих и руководителей государственных муниципальных учреждений, потому что они каждый год отчитываются, и здесь относительно спокойствия, кто сколько заработал. А когда мы говорим про то, сколько откладывать, здоровая ситуация этих затрат, это 10% от дохода. Она здоровая. То есть вы получаете, условно говоря, заработную плату, 10% переводите на подушку безопасности. Все остальное в зависимости от того, насколько сегодня те или иные условия есть. То есть из наших с тобой 30-50 условных, да? Мы должны по 10% откладывать. То есть из 80 тысяч 80, 10% 8 тысяч. 8 тысяч мы такие раз и отложили, да? От каждого дохода от нашего. От каждого. Это классический минимум, который должен быть. Можно больше, но самое главное, чтобы ситуация, когда вы откладываете, она была целесообразной. И эти деньги неприкосновенные, и мы их берем только в каких-то экстренных ситуациях. Да, да. Ну и, соответственно, эти деньги дальше должны работать. Теперь давайте перейдем к детям. С какого возраста мы можем уже доверять денежные средства? Ну да, по вашему опыту, по вашему мнению. Тоже непростой вопрос, потому что российское секундательство условно говорит, что с 6 лет дети могут заключать мелкие сделки. Но если мы говорим про финансовую грамоту, то вполне допустимо с 5 лет. Почему? Потому что мы сегодня сталкиваемся с какой ситуацией. Люди только начинают зарабатывать денежные средства, допустим, среднее начало заработка 21 год, и у них нет опыта получения средств и их траты. И это очень большие проблемы, это увеличение кредитования, это безумные траты. В 5 лет уже можно начинать. Что это значит? Как, не знаю, выдавать там по 5 рублей в день или что-то такое? Сложно определиться. Как понять, да, немного ли ты даешь? И какие-то, я не знаю, там, давать ребенку там записывать что-то. Под запись, то есть под расходы. То есть он потратил, на что потратил? Первый момент. То есть в вашей семье должны быть отложены деньги исключительно на самого ребенка, и это ваша ответственность. Он про эти деньги может и не знать. Второй момент. Денежные средства даются ребенку для чего? Для того, чтобы вы в коммуникации с ним научили его финансовой грамотности. Это самое главное. То есть не для того, чтобы он что-то покупал, а для того, чтобы учился. Умел считать. Он покупает в этом случае, в зависимости от того, как вам удобнее. Там будут промахи, он будет покупать, условно говоря, не то, что вам нравится. Но ваша задача не наказывать его за эти сложности, а обсуждать, как можно было сэкономить. Допустим, если он хотел купить какую-то игрушку, а сейчас сумма, которую вы выделяете, она не позволяет это сделать. Обсудите с ним, сейчас купить или накопить. Накопить то как? То есть вот в детстве базовый вопрос – возможность потратить и возможность накопить. И она связана с вами, как с родителями. Мы благодарим нашего эксперта, финансового аналитика Сергея Красноусова, который нам немножко подсказал и направил, как все-таки нужно правильно распределить бюджет, все-таки плюсы и минусы все подвел, и насчет детей тоже поговорили. Да, и дал мне вот лично несколько поводов подумать по поводу детей. Спасибо большое.